У сливных бочков Кремля истерики из-за успеха в Украине. Перекрутили все, и контракт, и постройку кораблей. Ведь в России нет ничего важнее, и проблем тоже нет. Привет, дорогие друзья! И наша пропаганда не оставляет свою излюбленную тему. И стоит произойти любой международной встрече властей Украины с кем бы то ни было на Западе, у нашей пропаганды сразу происходит воспламенение чуть пониже спины. И начинают рассказывать, как там все плохо, как там все просто в разрухе, а у нас вот нет. Они, конечно, в сюжете оставляют как бы за скобками, что у нас все хорошо. Однако подобное пристальное внимание к ситуации в другой стране само собой подразумевает, что у нас-то подобных проблем нет. Хотя по факту все обстоит с точностью, да наоборот. Более четверти населения Украины живет за чертой бедности, а каждый второй трудоспособный вынужден искать подработку. Такую статистику озвучили сегодня на форуме Совета ООН по правам человека. Эрнест Москевичус, когда-то он был молодым, подающим какие-то надежды, наверное, журналистом. Сейчас уже стал просто уже великовозрастным пропагандоном. Он рассказывает про то, что в Украине бедное население. А у нас вот оно дохрена богатое. У нас же нет проблем с тем, что люди живут за чертой бедности. 20 миллионов на всякий случай. Это на всякий случай для понимания масштаба ситуации. Все население Беларуси, сюда можно добавить все население Киргизии и еще, скажем, население Армении. И вот эти все люди у нас живут за чертой бедности, в откровенной нищете. Но это разве вопрос для москевичцев? Ему намного интереснее рассказать, как там в Украине. Примерно в это же время президент Украины Владимир Зеленский находился в Лондоне, где подписал соглашение, которое обеспечит работой и зарплатой британских судостроителей. А украинцев осчастливит новым крупным кредитом, который страна будет выплачивать многие годы. А вот интересно, Россия, выдавая кредиты, скажем, на закупку вооружения, и вместо денег именно поставляя вот это самое вооружение, она поступает как-то по-другому? Или в ситуации, когда Россия дает кредит под строительство атомной электростанции и сама же ее строит, это совершенно другое? Это не одно и то же? Впрочем, Зеленский уверен, обещания дружеской поддержки, которые он услышал от премьера Джонсона, стоят всех этих трудностей. Так как они вообще смеют встречаться с британским премьером без нашего согласия? Правда, это очень бесит, да, москевичец? Пропаганда откровенно припекает от того, что могут с Россией не посоветоваться и начать там с кем-то встречаться. Вот еще и учения были недавно. Как вообще такое можно стерпеть? Несмотря на очевидную разницу экономических потенциалов Украины и Великобритании, этот визит Владимира Зеленского здесь назвали спасительным для британского кораблестроения, которое сейчас переживает не лучшие времена. Зеленский взял в Лондоне взаймы свыше полутора миллиардов долларов, и часть этих денег пойдет на английские верфи, где будут строить для Украины боевые корабли. Да, все это, конечно же, очень и очень плохо. Вот когда Россия пыталась купить у Франции корабли, это было очень и очень хорошо. А вот когда Украина покупает корабли, это очень и очень плохо. Но Украина же могла сделать сама, а Россия, очевидно, сама десантные корабли сделать, но никак не могла. В итоге Россия еще и не смогла купить эти десантные корабли класса Мистраль, которые были потом проданы, по-моему, Египту, если не ошибаюсь. Лондонская Телеграф, ссылаясь на свои источники в Британском министерстве обороны, утверждает, что речь идет о боевых ракетных катерах класса Барзан. В 90-е годы их строили по заказу Катара. Для украинцев проект собираются модернизировать. Видимо, чтобы показать товар лицом, Зеленского отвезли на базу королевских ВМС Портсмуте. Министры обороны подписали меморандум об усилении сотрудничества Украины и Великобритании в военной и военно-технических сферах. А уж как неприятно, что теперь будут там ракетные катера. Прямо передать невозможно. Как это ракетные катера? Серьезно ракетные катера? Важливая стратегия. Это важный стратегический документ. Мы все верим в возрождение украинского флота. Очередной полуторамиллиардный кредит, который взял Зеленский, украинцам предстоит отдавать в течение ближайших 10 лет. Стратегические замыслы своего президента вряд ли оценят, например, украинские врачи. В крайне стесненных условиях они ведут сегодня борьбу с коронавирусом. И денег на это у правительства нет. Вот то ли дело у наших врачей. Вот у них как раз денег навалом. И Россия может себе позволить и иметь хорошую медицину, и перевооружать армию. Конечно же. Это же не так, как в Украине. Вот свежее видео из Нижнего Тагила, как там врачи буквально на коленке пытаются заменить кислородный прибор. А вон такой. Ну? Вот такой вот кислородный аппарат вот. Раз, ты за небо, ты не надо отнять. Тут, б***ь, ты историк твоя. Я тебя-то не снимаю. Не, мне-то не надо. Я тебя даже не трогаю. Вот такой вот полу-литровой баночкой лимонусем, какая она. Все, б***ь, капает. И здесь, наверное, очевидно, что меньше всего вопросов как раз к самим врачам в Нижнем Тагиле. Здесь вопрос, где, блин, деньги? Помните все эти победные реляции о том, что каждая койка оборудована кислородом? И полулитровой баночкой, очевидно. В больнице Шепетовки тяжелобольных пациентов в реанимационное отделение поднимают по лестнице на руках, потому что там нет лифта. Плохо, что в больнице Шепетовки приходится поднимать людей на этаж на руках. Думаю, все видели видео, как иногда в наших больницах пациенты сами передвигаются на четвереньках. Председатель Верховной Рады заявил, что отдельного фонда для противодействия коронавирусу в бюджете на следующий год нет. Нет. Довольные сделкой британцы, правда, подкинули 5 миллионов фунтов в качестве гуманитарной помощи. Но это, конечно, слезы. Вот бы нам в регионы в качестве гуманитарной помощи кто-нибудь бы подкинул 5,5 миллионов фунтов. Но нет, мы лучше будем по федеральной пропаганде рассказывать, да это же слезы. То, что у нас люди, бывает, живут за 12 тысяч рублей и без всякой гуманитарки. Это, конечно же, вообще не предмет для этого видео. К тому же в британском правительстве строго указали, что деньги должны пойти не только на продовольствие и медикаменты, но и на помощь людям, пережившим насилие на сексуальной и гендерной почве. Да, здесь надо лишний раз подчеркнуть, что там все в Европе, в этой Англии, все там заднеприводные. Да, да, так и есть. Вместе с Борисом Джонсоном он подписал здесь договор о свободной торговле и стратегическом партнерстве между двумя странами. Зеленский был явно горд достигнутым, но от волнения не смог произнести слово «суверенитет». Спасибо вам большое за поддержку суверенитета Украины. А знаете, почему в представлении пропаганды он с таким трудом произнес слово «суверенитет»? Да потому что там нет никакого суверенитета. Да, человек запнулся в произношении слова «суверенитет» на неродном ему английском языке. Это повод вообще сделать поэтому отдельный новостной сюжет. Особенно сейчас, когда мы видим агрессию со стороны России в связи со статусом Крыма и войной на Донбассе. Как выяснилось в ходе этого визита, в Лондоне антироссийские настроения не только поддерживают, но и умеют извлекать из них выгоду. Ну а мы из этого новостного сюжета узнали, что наши так называемые журналисты, как и прежде, способны сделать негативную новость вообще, из чего угодно, из любой рядовой международной встречи. Ну и заодно отвлечь внимание собственных граждан от наших проблем. От проблем, которые не просто даже очень есть, а которые имеют значительно больший масштаб, чем в соседних странах. Такие вот дела. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, пишите комментарии. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok